Что советуют звезды мировой науки? Как улучшить экономику Казахстана? На эти вопросы искали ответы на Нобелевском фестивале в Астане. Сюда приехали нобелевские лауреаты и звезды мировой науки. Темой разных сессий стали очень важные вопросы. Например, как построить средний класс в развивающейся стране? Что мешает нам стать развитой страной? Экономика будущего. Главная цель фестиваля – вдохновить казахстанцев на образование, науку и инновации. Жан Тироль – французский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике. Он написал более сотни научных статей, а также 11 книг. Его не было в Астане. Но, как он пишет, антимонопольным службам мира необходимо больше независимости для борьбы с недобросовестной конкуренцией, которая становится серьезным тормозом для развития экономик. Монополии очень вредны для развития экономики. Хотя бы потому, что они устанавливают высокие цены за далеко не всегда качественную продукцию. А преимущество конкуренции – не только более низкий цен, но и появление большого количества инноваций. Впрочем, казахстанские эксперты солидарны с этим мнением. На первое место технари, еще раз повторю, это не ученые, не политологи, не социологи, на первое место поставили высокий уровень коррупции. Они считают, что это проблема номер один. В том числе и для технологического развития Казахстана. Монополизация капитала со стороны олигополий, индифферентных к технологическому развитию страны. Ну, это вот та самая борьба с олигархической системой. Чрезмерное присутствие государства в экономике, избыточная регуляторная политика. Сырьевая структура экономики, которая, по сути, сильно укоренила у нас сырьевое сознание. Нежелание менять страну на основе каких-то инновационных технологий. Утечка мозгов. Она наблюдается, мы это видим, к сожалению, это большая проблема для Казахстана. Ассутствие рынка альтернативных источников венчурного капитала. Социальная несправедливость. Это тоже очень интересный момент, потому что она порождает социальное напряжение в обществе. Как говорил Синека, античный философ, в основе бунтов лежит не только часто социальная несправедливость, но в том числе и бедность. Бедность и социальная несправедливость. Вот две основы для бунтов в обществе. Естественно, что в таких условиях рассчитывать на какие-то долгосрочные экономические проекты не следует. По словам нобелевских лауреатов, есть еще одна проблема. При большой доле госкомпаний на рынке неизбежно возникают проблемы с конкурентной средой и с управлением. Госкомпании искажают это равное для всех поле, поскольку получают четкие гарантии от государства. Это облегчает им жизнь, даже когда они делают ошибки и демонстрируют плохие финансовые результаты. Государство все равно их поддержит. Еще одна сложность заключается в том, что правительство может обращаться к руководству таких компаний с указаниями. Такие методы работы к эффективности не приводят. Казахстанские эксперты тоже говорят об этом. Чему я говорю? Вы задали вопрос, с чего нужно начать? Скажу, с политических реформ. Политические и экономические реформы должны идти параллельно. Тезис, что экономика первична, политика вторична, не работает. Понимаете? В условиях, где коррупция на высоком уровне, олигархи правят балом, где нет конкуренции мозгов, есть конкуренция понтов, где есть отрицательная селекция, где не ценят мозги, а ценят сырье, ничего не получится. Как мы можем развивать технологии, когда у нас 1 миллион детей живет в бедных семьях? И 6 миллионов детей. На 2-ти начнем бороться вначале с бедностью. Если у нас там по коэффициенту Энгеля, есть такой коэффициент Энгеля, 70% населения Казахстана, около 60-70% своих доходов тратят только на продукты питания. Какие здесь технологии? Еще в развивающихся экономиках можно наблюдать надувание пузырей на рынках, например, низкокачественная ипотека. И, конечно, еще одна опасность – подъем популизма по всему миру. По словам нобелевских лауреатов, политики дают сумасшедшие обещания, в их экономических планах нет бюджетных ограничений. Самое печальное, что эти истины известны давно, но те, кто принимают решения, эти рекомендации не используют. Способно ли общество выносить полезные уроки из экономических кризисов, или для этого нужны потрясения масштаба Великой депрессии? По мнению нобелевских лауреатов, в целом общество и государство страдает от короткой памяти. Боржан Шехмед Ахмедяр Ильясов, Столичное бюро, ТДК-42.